всем привет это канал железной магистрали меня зовут олег васильев в этом обзоре поговорим об авариях на железной дороге речь пойдет о происшествиях которые произошли в разных странах география будет довольно таки широкая начиная от великобритании заканчивая дальним востоком и большое спасибо всем зрителям кто присылал информацию и помогал в создании этого выпуска начну обзор так сказать с легких инцидентов известны случаи когда посторонние лица например пытались угнать трамваи и некоторым это удавалось но вот чтобы пытались угнать электровоз об этом я например слышу первый раз но такой случай произошел недавно во франции событие произошло в городе саверн как рассказали сами горе угонщики в локомотив они залезли с целью поехать домой в страсбург который находится в 40 километрах оказавшись в кабине подростки не смогли запустить машину затем они вышли и сели в обычный поезд однако похождения квартета попали на камеры видеонаблюдения и полиция уже приняла меры для задержания на вокзале страсбурга правоохранители задержали троих нарушителей четвертому удалось убежать теперь его разыскивают далее о более серьезных чп в британском городе гербе который находится в графстве мэрсисайд 15 марта пассажирский поезд врезался в тупик в вагонах находились 12 пассажиров и локомотивная бригада из двух человек пострадавших нет машинист поезда был доставлен в полицейский участок по неизвестной пока причине поезд не остановился на станции и столкнулся с буфером тупика данную линию эксплуатирует компания network rail в течение суток проводились работы по эвакуации поезда для этого прибыл тепловоз а также восстановительные бригады как показывают результаты расследования причинами аварии на железной дороге довольно часто являются технические неисправности или человеческий фактор но также чп происходят из-за природных явлений таких например как оползни 12 марта на линии которая проходит в горной местности каталонии из-за оползня дизель поезд попал в аварию на одном из участков на рельсы упали крупные фрагменты горной породы поезд следовавший по перегону столкнулся с препятствием и первой тележкой наскочил на груду камней составе находились два человека пассажир и машинист из них серьезно никто не пострадал 26 марта в египте произошла крупная авария на железной дороге столкнулись два пассажирских поезда по разным данным погибли от 19 до 30 человек еще 66 получили травмы по информации правоохранительных органов поезд следовавший по перегону в александрию внезапно остановился вероятной причиной остановки может быть срыв стоп крана второй состав следовавший в попутном направлении не успел затормозить и столкнулся с хвостовым вагоном как известно египетские железные дороги входят в число самых опасных из-за плохого технического состояния и отсутствие квалифицированных кадров за 2017 год в стране зарегистрировали наверное рекордное количество разных инцидентов на железной дороге 1793 и далее в обзоре информация о происшествиях на железной дороге на дальнем востоке россии там начиная с 2021 года произошло 7 крушений грузовых поездов это только те которые попали в официальную хронику самым напряженным по количеству аварий стал февраль за этот месяц зафиксировали 5 аварий 6 10 16 17 и 27 февраля еще два происшествия случились в марте все чп связаны со сходом с путей грузовых вагонов в основном это грузы в виде угля однако 5 марта в хабаровском крае с путей сошли 18 цистерн с нефтью из них опрокинулись 10 произошел разлив топлива это уже серьезно влияет на экологическую ситуацию образно говоря по аварийности между собой соревнуются забайкальская и дальневосточные железные дороги по словам людей знакомых с организацией трудовых отношений в ржд в последние годы в дальневосточном регионе происходит массовый отток кадров основная причина несоблюдение условий коллективного договора в результате оставшиеся сотрудники работают больше нормы включая двойную нагрузку в некоторых случаях без выходных на станциях и участках где фиксируется критическая нехватка персонала рабочих отправляют трудиться вахтовым методом по словам железнодорожников именно дефицит квалифицированных кадров является одной из причин большого количества инцидентов и аварий при этом часть событий чрезвычайного характера не попадает в официальную хронику только за 16 февраль зафиксировали три серьезных нарушения безопасности движения два из которых это изломы рельсов на участке чельчи-ункур до невосточной железной дороги произошел сход шести колесных пар локомотива грузового поезда повреждено 50 метров железнодорожного пути машинист получил травмы поезд проследовал запрещающий сигнал светофора и врезался в тупиковую призму скорость поезда составляла 40 километров в час вместо разрешенных 20 при этом диспетчер участка не контролировал следование поезда по перегону и не сообщил о маршруте следования и также добавлю что из-за всех перечисленных аварийных ситуаций были задержаны пассажирские поезда некоторые из них опоздали на 8 часов если у вас есть интересная информация о событиях на рельсовом транспорте присылайте свои сообщения по тем координатам которые есть в описании этого видео и также всем напоминаю что не забывайте ставить лайки оставлять комментарии делать репосты сюжетов в соцсетях и обращаюсь к зрителям кто смотрит видео без подписки нажимайте кнопку подписаться этим и поможете в продвижении и развитии канала желаю всем приятных путешествий по железной дороге и увидимся в следующих обзорах «Музыка» 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 Субтитры подогнал «Симон»